Министерство внутренних дел Украины наконец опубликовало список изменений в закон о расширении прав сотрудников патрульной полиции. Напомню, что полтора месяца тому назад в Днепре бывший сотрудник МВД Пугачев застрелил двух сотрудников патрульной полиции. И сразу же после этого глава МВД Арсеноваков заявил, что будут менять закон, принимать презумпцию правоты полицейского, сначала подчинись, а потом обжалую. Спустя полтора месяца после этих событий нет абсолютно никаких данных о расследовании данного уголовного дела по убийству полицейских. А потому имеет под собой почву то предположение, изначальное предположение, что данная спецоперация была проведена по ликвидации полицейских с целью последующего изменения закона и расширения прав работников полиции. Список данных изменений уже опубликовали украинские СМИ, это Зеркало недели, ЛБЮ и другие средства массовой информации. И я хотел бы вкратце прокомментировать каждый пункт, который пытаются изменить. Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Пункт номер один. Усиление ответственности за оставление места ДТП вплоть до лишения права вождения транспортным средством. Я считаю, что это достаточно обоснованная норма, поскольку если ты совершил ДТП, пожалуйста, будь на месте, никуда не убегая. Потому усиление ответственности в этом плане я считаю в принципе обоснованным. Пункт номер два. Административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более трех часов. А в случаях, когда за совершение административного правонарушения предусмотрено взыскание в виде административного ареста, а также когда лицо, совершившее административное правонарушение, пребывается в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, может быть причинить вред и себе окружающим не более 24 часов. А вот это уже опасная норма, сейчас разъясню почему. Дело в том, что вы знаете, по статье 185 КУПАП это злостное неповиновение законным распоряжением сотрудника полиции, а также в статье 173 мелкое хулиганство предусмотрен административный арест. И вот если вы сидите в автомобиле и работнику полиции причудилось, что вы якобы что-то там не покоряетесь ему, он вас может арестовать не на 3 часа, как это прописано сейчас в законе, а будет иметь возможность арестовать вас на 24 часа, то есть на сутки. Я не понимаю, зачем расширять с 3 до 24 часов необходимость расширения этого срока пребывания. Я думаю, что такая вот месть работников, точнее месть МВД в сторону водителей, которые снимают работников полиции, которые пытаются с ними пререкаться, такая вот усмирение непокорных. Аналогично нормой ждет тех, кого задержали в состоянии алкогольного опьянения. Как вы знаете, минимальная вот норма, с которой уже можно считать водителя пьяным, это 0,2 промилле. Это фактически понюхал пробочку от пива в Штатах, на которые постоянно ссылаются работники МВД Украины. Норма, за которую можно уже привлекать водителя, начинается с 1 промилле алкоголя в крови, то есть в 5 раз выше, чем это в Украине. Потому такая вот норма и непонятно, где будут содержать целые сутки задержанных водителей, задержанных пешеходов. Я сомневаюсь, что все полицейские участки на территории Украины оборудованы специальными помещениями, где можно удерживать человека целые сутки, кормить его, чтобы он имел возможность ходить в туалет, чтобы он имел возможность поспать и тому подобное. Потому принимают норму, но как людей будут содержать в этих участках, не совсем понятно. Пункт номер 3. Усовершенствуется система временного задержания ТС. Устанавливается список таких обстоятельств. Если ТС находится на железнодорожных переездах, на трамвайных путях, на эстакадах, мостах и путепроводах и под ними, в туннелях, на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон на перекрестках и ближе 10 метров от края перекрестной проездной части и т.д. С одной стороны, конечно же, когда транспортное средство блокирует проезд трамвая или общественного транспорта, безусловно, такое транспортное средство можно переместить, эвакуировать. Однако тут кроется другой вопрос. Тут указано, что ближе 10 метров. То есть, буквально, если вы будете 9 метров и 50 сантиметров, ваши транспортные средства будут забирать на штрафплощадку. А забирать на штрафплощадку будут не государственную, а частную. И вы заплатите не только штраф за нарушение правил парковки, а и за эвакуатор около 1000 гривен, а также по 250 гривен за сутки простоя на частной штрафплощадке. Вместе с тем, та же статья 265-2 Купаб говорит о том, что возвращение транспортного средства, задержанное транспортное средство абсолютно бесплатно. Однако на практике эта норма не выполняется. Задержанные транспортные средства отправляют на частные штрафплощадки, а забрать бесплатно с частной штрафплощадки вы фактически без какой-либо силы не можете. Эта проблема, вы знаете, я борюсь уже с 2009 года. И на сегодняшний день новая патрульная полиция продолжает практику старой госавтоинспекции задерживать транспортные средства на частные штрафплощадки. Пункт номер 4. Отменяется обязанность наличия двух свидетелей при осуществлении полицейским осмотра водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Это вообще уникальная норма. Как вы знаете, на сегодняшний день в статье 266 Купаб указано, что осмотр водителя на состояние алкогольного опьянения работникам полиции проводится при двух свидетелях. Аналогично указано в инструкции МВД от 09.11.2015 года номер 1452-735. Огляд на стан спьянения на месте зупинки транспортного засоба проводится в присутствии двух свидетелей. Не может быть залучен как свидетельские, полицейские або особи, что до онопережности, которых есть сомневые. То есть в инструкции прямо написано, что они могут быть привлечены как свидетели полицейские или лица, в объективности которых есть сомнения. Данная норма изначально была приписана для того, чтобы была гарантия, чтобы не сфальсифицировали против вас обвинения в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день полицейский не может просто так прийти и сказать, я хочу провести осмотр на состояние алкогольного опьянения. Согласно этой же инструкции полицейского должны быть основания. А основания это признаки опьянения. Это неадекватная речь, это красные глаза, запах с рта алкоголем и тому подобное. То есть должны быть основания. Если этих оснований нет, работник полиции не может провести осмотр на состояние алкогольного опьянения. И вот присутствие этих двух свидетелей и должны быть гарантии того, что были основания для проведения осмотра, а также соблюдена процедура осмотра, чтобы в мальштук не капнули спирт и тому подобное. Когда, собственно, составляется протокол, направляется в суд, свидетели приходят и подтверждают ту информацию или опровергают ту информацию, которая указана в протоколе. Аналогично, если вы отказываетесь от прохождения осмотра, вы имеете на это законное право, эти двое свидетелей фиксируют ваш отказ и в суде подтверждают, что да, вы действительно отказались. Если же сейчас отменят эту норму двух свидетелей, полицейский, во-первых, сможет проводить осмотр без признаков, а потом суде рассказывает, а были признаки у человека, а как вы докажете обратно, свидетели это нет. Также он может подделать прохождение осмотра, капнуть спирт в мундштук или вообще не проводить, сказать, что вот, там дунуть сам, да, там какой-нибудь алкоголик дунет, а скажет, это вы дунули, и написать, что вы в состоянии алкогольного опьянения. Или же вы не отказывались от прохождения осмотра, полицейский накажет, что вы отказывались от прохождения осмотра, в суде нету двух свидетелей, нужно верить словам полицейского. То есть фактически водителя оставляют без какой-либо защиты и возможности доказать свою правоту. Невиновный человек, если полицейский посчитал, что вот вы ему не нравитесь чем-то, может абсолютно спокойно сфальсифицировать против вас протокол по статье 130-й. Напомню, что штраф на сегодняшний день от 10 до 40 тысяч гривен. Отличный же способ вымогать у водителей взятки, угрожая фальсификации такого протокола. Изменение в законе о дорожном движении. Устанавливается обязанность водителя передать, а не предъявить полицейским документы для проверки. Это самая, наверное, больная тема передать или предъявить сотрудникам полиции свои документы. Кто помнит предысторию этой всей ситуации, знает, что в 2011 году Верховная Рада Украины с подачи президента Украины Виктора Януковича изменила закон. До 2011 года водитель был обязан передать работнику ГАИ свои документы. С 2011 года изменили закон и обязали водителя лишь предъявлять документы в своих руках. Такая норма была принята вследствие того, что на протяжении предыдущих до 2011 года нескольких лет Дорожный контроль публиковал массу видеороликов, выступал на телевидении, рассказывая о том, как работники ГАИ берут у водителя его документы, садятся в транспортное средство, в свой патрульный автомобиль, и ждут, пока водитель прибежит на задних лапках и заплатит взятку. После шквала негатива в средствах массовой информации на телевидении, власть Януковича решила пойти навстречу водителям, чтобы задобрить автомобилистов, и изменила закон. Водитель с тех пор обязан лишь предъявлять документы в своих руках. После того, как этот закон вступил в силу, у работников МВД, у представителей МВД началась паника. Я сейчас дам вырезку из сюжета на Интере от августа 2011 года. Попасть за решетку на 15 суток за отказ передать в руки документы сотруднику ГАИ. Такой перспективой пугают украинских водителей юристы. Об этом же предупреждает руководство госавтоинспекции. И это вопреки тому, что неделю назад в Украине изменилось законодательство. Раньше от водителей требовалось передать документы на проверку, но это слово исчезло из закона. Вместо него появилось слово «предъявить». Представьте, видите, за рулем вас останавливает работник ГАИ просто так. Берет документы в руки и уходит на полчаса. Вы спешите в аэропорт. Что делать? Он склоняет к тому, чтобы вы пошли к нему договариваться. Взяли, дали денег, еще что-то и что-то. То есть он вас просто этим берет в плен. Сейчас, если он вас останавливает, вы показываете ему документы 2 секунды. Если все в порядке, вы идете дальше. То есть вы экономите время и не даете повода работнику ГАИ вас брать в плен и шантажировать. Пластиковое посвящение, есть отшарование краски, есть другие моменты, которые вказывают на то, что оно подробное. То как вы считаете? Мы отдаем, скажут, честь и отправляем водителя дальше, или как? Это неверно. Возьмите любую государство. Я думаю, что вы не найдете такого, чтобы водитель не передал документы. Это вообще нонсесский. Возмущение работников МВД было понятным, ведь с тех пор работник ГАИ уже не мог брать в плен автомобилистов и вымогать взятки, как он-то делал раньше. Вместе с тем предостережение МВДшников о том, что вот, теперь водители будут массово ездить с поддельными документами, все будут угонять автомобили, перепечатывать техпаспорта, не подтвердились с 2011 года по 2016. Нет абсолютно никакой статистики, что вследствие изменения этого закона как-то возросла преступность, как-то возросли угоны транспортных средств, поддельные документы. Это как-то повлияло на безопасность дорожного движения. Потому изначальная истерика МВД оказалась ложной. Вместе с тем, после изменений в закон о законодорожном движении, представители Кабмина, правительство не внесли изменения в правила дорожного движения. Помните, была ситуация, когда в законе о дорожном движении была обязанность водителя предъявить, а в правилах дорожного движения осталась обязанность передать. После этого я решил подать в суд на кабинет министров Украины. Я потребовал кабинет министров Украины через суд внести изменения в правила дорожного движения и прописать, как это прописано в законе, обязанность предъявить. Это было яростное противостояние. В суде работники кабина говорили, что нет, нет, ни в коем случае, все нормально, все надо оставить, все будет хорошо. Однако, как вы знаете, я выиграл окружной административный суд, и суд обязал кабинет министров внести изменения в правила дорожного движения. Продолжение следует... Продолжение следует... Однако, кабинет министров этого не сделал. И фактически месяц автомобилисты должны были руководствоваться правилами дорожного движения, которые не соответствуют закону о дорожном движении, что является абсурдом. И возникали случаи, когда работники ГАИ, в частности, требовали от водителей, ссылаясь на правила, передать в руки права, хотя закон о дорожном движении обязал только предъявить. В последующем кабинет министров подал апелляцию, однако он ее проиграл, и Киевский апелляционно-административный суд оставил в силе мои требования по моему иску, и правила движения с тех пор, с 2011 года, соответствовали закону о дорожном движении. И водители последние пять лет имели законное право предъявить, а не передать свои документы работнику ГАИ, а теперь и работнику полиции. Теперь же эту норму хотят снова отменить, поскольку она муляет глаза новому руководству полиции, и снова хотят вернуть старое ГАИшное законодательство о том, что нужно передавать работнику полиции свои документы. Запрет выходить водителю и пассажирам из машины без разрешения полицейского. Такая норма есть в США, но она обосновывается тем, что у каждого водителя может быть оружие, может быть пистолет, потому полицейские опасаются, что водитель может выйти из машины и их расстрелять. В Украине же у водителей нет права, у граждан нет права на ношение и владение пистолетами или каким-нибудь другим видом оружия для самозащиты. То есть фактически шанс того, что вы выйдете из автомобиля минимален, когда в США фактически у каждого человека есть такая возможность применить оружие, потому эта норма и прописана. Обосновано ли применение такой нормы в Украине, решать конечно же вам, вы живете в Украине, нужна ли вам такая норма. Понятное дело, что с одной стороны это безопасность полицейского, с другой стороны могут злоупотреблять этой нормой, когда допустим есть какое-то происшествие, требующее, чтобы водитель или пассажир вышли из машины. Например, записали на видеокамеру, полицейский не хочет этого делать, потому он требует, чтобы вы находились в автомобиле. В то же время непонятно как будут пресекать, если же все-таки водитель или пассажир вышел из автомобиля, видимо будут арестовывать за злостное неповиновение и сажать на сутки в карцер. Устанавливается обязанность полицейского, независимо от должности, местонахождения и времени суток, осуществлять все возможные меры для защиты лиц от противоправных посягательств. Принцип беспрерывности. То есть даже если работник полиции не находится на службе, он обязан пересекать какие-либо нарушения законодательства. На самом деле я не знаю хорошо ли это плохо, с одной стороны может быть и хорошо, что вот полицейские всегда будут на стрёме, всегда будут следить за вашей безопасностью, но с другой стороны могут быть злоупотребления. То есть даже если допустим работник полиции находится не на службе, он находится по гражданке, возможно он еще и выпил, он решит, что он такой бэтмен, хочет прекратить какой-либо конфликт и совершит какие-то противоправные действия. Потому как это будет работать на практике, посмотрим. На сегодняшний не сказать хорошо ли это плохо, я не готов. Устанавливается, что полицейский обязан предъявить лицу удостоверение способом, который дает возможность лицу ознакомиться с информацией, изложенной в нем. Ну это в принципе правильная норма, чтобы работник полиции показывал вам удостоверение, что вы имели возможность ознакомиться с этим удостоверением. Напомню, что недавно публиковал видео, как работник полиции вталкивал в лицо пешехода свое удостоверение, прямо вминал удостоверение в лицо, тем самым не давал возможности прочитать. Это была такая вот агрессия, хотя вот после этого видеоролика нет абсолютно никакой информации от руководства полиции, что этот полицейский наказан или уволен. Видимо, скорее всего, это дело пропустили мимо ушей и никаких нарушений законодательства в действиях полицейского не нашли. Возможно, эта норма хоть как-то заставит полицейских показывать свое удостоверение, а не тыкать их вот так вот или тыкать в лицо, как это было показано на видео. Полицейский во время применения полицейской меры имеет право обращаться к лицам с обязательным для исполнения требованиями и распоряжениями относительно их способа поведения, для эффективного проведения полицейского мероприятия, обеспечения безопасности полицейского и других лиц, а также для предотвращения возможности совершения противоправных действий. Полицейский не имеет права выдвигать преступные требования, а также требования, выполнение которых создаст угрозу жизни или здоровью лица или унизит его честь и достоинство. Ну, по большому счету, скорее всего, видимо, речь идет о том, чтобы если вы снимаете работника полиции, полицейский скажет, отойдите на 20 метров или на 100 метров. Вы обязаны отойти на 100 метров, поскольку проводится некая мера, и вы обязаны ее выполнять. Понятное дело, что на практике работники полиции будут злоупотреблять своими полномочиями. Если им не будет хотеться, чтобы вы зафиксировали их незаконные действия, то полицейский вас будет как можно дальше отгонять от себя, чтобы вы не смогли проводить видеосъемку и детально фиксировать то, что полицейский нарушает закон. Устанавливается дополнительное обоснование остановки транспортного средства, а именно обоснованное подозрение, что водитель транспортного средства находится в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции. Грубо говоря, вводится институт беспричинной остановки. То есть каждый полицейский может сказать, я обоснованно считаю, что данный водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Останови транспортное средство и как вы потом будете с ним спорить в суде, имел ли он право, вас останавливать или не имел. Полицейский скажет, я имел обоснованное сомнение, обоснованное подтверждение. А чем подтверждается это обоснованное подтверждение? Ну, это никому неизвестно. В Соединенных Штатах, где, собственно, я нахожусь, полицейский не может просто так вас остановить, потому что ему что-то приснилось. Вы должны нарушить правила дорожного движения, и это может быть основанием для остановки транспортного средства. Если вы едете и ничего не нарушаете, и нет никаких данных полицейскому по его рации, по каких-то компьютерных базах, что вы нарушили закон или являетесь преступником, полицейский вас остановить не имеет права. Потому, во всяком случае, в штате, где я живу, полностью исключены беспричинные остановки. За 120 тысяч километров, которых я проехал по американским дорогам, меня ни разу не остановили для проверки документов или проверки на алкоголь. Устанавливается необходимость разработки на внедрение сроков и порядка хранения фото-видеозаписей. Я считаю, что это правильная норма, поскольку на сегодняшний день вы знаете, что когда полицейский совершает какое-то преступление, это зафиксированное на грудную камеру, когда нужно видео показать в суде, видео куда-то пропадает, оно удаляется, там начальство забрало, мы не знаем, где это. Теперь, если будут какие-то четкие правила хранения этих видеозаписей, можно предъявить претензию работникам полиции, а где, собственно, видео ваших противоправных действий. Вместе с тем, как эта норма убережет от ситуации, когда полицейский либо случайно, либо умышленно не включил на грудную видеокамеру, вопрос остается открытым. Усовершенствуется система применения специальных средств, а именно внедряется право полицейского на применение специальных средств при задержании лица, которое совершило правонарушение, оказывает сопротивление полицейскому или пытается убежать. На самом деле, сейчас полицейский имеет право применять все законопредусмотренные средства, меры физического воздействия, если лицо, совершившее правонарушение, пытается убежать или оказывает какое-то противодействие работникам полиции. Что имеется в виду конкретно, на сегодняшний день не указано, потому комментировать более глубоко эту норму не могу. Каждое лицо, к которому обратился полицейский, независимо от его правового статуса, обязано неукоснительно выполнять требования полицейского, кроме выполнения явно преступного требования или распоряжения. Лицо, выполнившее требования или распоряжения полицейского, имеет право оспорить решение или действие полицейского в установленном порядке. Каждое лицо имеет право осуществлять фото- и киносъемку, видеозапись полицейского во время выполнения служебных обязанностей в публичных местах, если это не создает препятствий для осуществления им правоохранительной деятельности. А вот это самая интересная норма в этом списке, которая прямо противоречит статті 19 Конституции Украины, в которой указано следующее. Правовый порядок в Украине грунтуется на засадах, відповідно до которых никто не может быть преимущеен делать то, что не предъявлено законодательством. Органи державної влади и органи местного самоврядувания, их посадовые особи, зобовьязаны дойти лишь на основе, в межах повноважений то способ, что предъявлено Конституцией и законами Украины. Кто не понял, я разъясню. Согласно норме Конституции, гражданин Украины не может быть заставлен делать то, что не предусмотрено действующим законодательством. В норме же, которую хотят прописать в законе о национальной полиции, гражданин обязан выполнять все, абсолютно все, что скажет работник полиции, кроме явно преступных требований. То есть, если требование явно, не явно преступное, слабенькое, немножко нарушает ваши права, то вы обязаны выполнить такое требование. То есть, например, если полицейский скажет вам отжаться от пола, то это же не явно преступно, это же просто отжаться, вы обязаны отжаться. Если, допустим, полицейский скажет вам попрыгать на месте, вы должны попрыгать. То есть, требование обязательное к исполнению. Хотя в действующих законах Украины обязанность водителя прыгать на месте или отжиматься, вот требований полицейского не существует. Вместе с тем работник полиции обязан действовать только на основании, в пределах полномочий и в способ прописанный в законах Украины. То есть у работника ГАИ, работника полиции есть какое-то право на совершение какого-то действия. И закон прописывает, как он должен это право свое реализовывать и в рамках полномочий. Может ли он это право свое реализовывать. То есть какие рамки, порядок и право. Все это должно быть прописано в законе. Если чего-то в законе не прописано и работник полиции вас заставляет это делать, это называется статья 365 УК. Превышение власти и служебных полномочий. Вот этой вот нормой, которую хотят прописать, отменяется статья 19 Конституции и статья 365 УК. То есть работник полиции может вас заставить делать что-то, что явно неприступное, но нарушает ваши права и не прописано в законе и вы обязаны это сделать. Конечно, вы можете это все потом когда-нибудь оспорить в суде и в прокуратуре. Где-то я уже это слышал. А вот министр внутренних дел настаивает. Инспекторы и сейчас имеют право требовать передать документы в руки. На вопрос, возможен ли в случае отказа арест, он ответил так. Если любой человек не выполняет законные требования работника милиции, он за это подлежит ответственности. Поэтому я рекомендую, если вас спустят документы, их нужно предъявить. Если вы почитали, что при этом ваши права акта ущемили, по этому вопросу можно обжаловать эти действия. И поверьте, малейшее нарушение законной со стороны работника милиции будет подсекаться очень жестко. Работники МВД, конечно, вас будут убеждать о том, что все вы можете оспорить в судах, в прокуратуре. Но покажите мне гражданина Украины, который эффективно смог оспорить, отстоять свои права в украинских судах и в прокуратуре. Кому жаловаться? Судьям, которые не были иллюстрированы со времен Януковича? Или коррумпированным прокурорам? Где оспаривать нарушение ваших прав? Государство ответ на этот вопрос не дает. Ведь полиция не сама прописывает себе такие права. Это Верховная Рада принимает такие полномочия для государственного органа, органа полиции. Но вместе с тем она не принимает абсолютно никаких механизмов для того, чтобы вы могли защитить свои права в суде и в прокуратуре. Суд и прокуратура остаются такими же коррумпированными, как и со времен Януковича. Потому практика будет такая. Работник полиции вас заставляет что-нибудь делать незаконное, вы идете обжаловать это в суд, не получаете никакого результата. Работник полиции вас заставляет делать что-то незаконное, вы идете в суд, не получаете никакого результата. И что происходит на самом деле? Ваши права нарушаются постоянно, а никакой защиты в суде и прокуратуре вы добиться не можете. Так ли происходит в Соединенных Штатах Америки? Конечно же нет. Масса примеров, когда водители шли в суд и осуживали по 100-200 тысяч долларов. Назовете ли мне хоть один случай за всю историю Украины, чтобы водитель смог отсудить у работников ГАИ, полиции, милиции за нарушение своих прав, как у автомобилиста, хотя бы тысячу долларов? Ну хотя бы там 2000 долларов. Назовите такие примеры. Я таких примеров не знаю. Вместе с тем, что касается видеосъемки. Вы имеете право снимать, но если вы мешаете работнику полиции, то он имеет право, согласно этой же норме, запретить вам проводить видеосъемку, поскольку вы якобы ему мешаете, по его мнению, вы обязаны это выполнить. А если вы не выполните, вас, конечно же, арестуют на сутки по ст. 185 «Злостное невыполнение законных распоряжений работника полиции». Таким образом, на сегодняшний день просто создаются такие вот механизмы антиконституционные, чтобы работники полиции имели все механизмы усмирять любых непокорных, по их мнению, водителей, любых журналистов и активистов, которые фиксируют их незаконные действия. Что-либо полицейскому не понравилось, прекратите видеосъемку. Согласно закону, вы обязаны выполнить, поскольку это не явно преступное действие. Ах, вы не выполняете, тогда применяем ст. 185 «Злостное невыполнение требований полицейского арест на сутки». Пожалуйста, сидите в КПЗ. Вот такое вот у нас правовое государство. Хотел бы кратко подвести итог сказанному. С самого появления дорожного контроля в 2008 году мы пытались создать в Украине систему сдерживаний и противовесов, когда у водителя есть реальные механизмы защитить свои права перед лицом государственной машины, которая эти права пытается постоянно нарушить. Если бы такие вот нормы хотели бы принять в 2012-2013 году, то в Украине начался массовый кипиш водителей. Это бы говорили по телевизору, это бы обсуждали в газетах, в СМИ, в интернете. Был бы протест общества. Сейчас мы видим, что все нормально, все всех устраивает, какого-то особого возмущения нет. По телевизору вообще полная тишина. Как будто так все и нужно. А почему так произошло? Дело в том, что в Украине на сегодняшний день, конечно же, через средства массовой информации органы МВД внушили, что в Украине полиция святая. Что полицейские это классные ребята, среди них преступников, полицейского нужно слушаться, полицейскому можно доверять, все нормально, все классно. Ну, на самом деле, все вы понимаете, что, грубо говоря, нынешние работники патрульной полиции мало чем отличаются у старых работников госавтоинспекции. Права водителей нарушаются, если не так же, то, скорее всего, даже и больше. Вместе с тем, нету никакой силы сейчас в Украине, которая бы показывала бы водителям, показывала бы общественности, что работники полиции действительно нарушают закон. Те люди, которые считают себя общественными активистами, люди, которые считают себя какими-то великими блогерами, на сегодняшний день, ну, основная часть из них, не все, конечно, основная часть из них, как ведут себя работниками полиции. Да пошел ты, да я тебя тот, да я тебя надену, да пошел ты тот, тот. Конечно же, все эти материалы транслируются в интернет, показывают их по телевизору, и руководство МВД говорит, смотрите, смотрите на этих людей, они же неадекватные, давайте сейчас применим новый закончик и будем их жарить. И водители, и граждане, которые через телевизор наслушались о том, что полиция классная, и, конечно же, испытывают негодив к таким матюкающимся личностям, говорят, да, конечно, давайте такой закон примем, давайте без проблем. На это МВД и рассчитывает, что вот эти вот дурачки лохматые, которые обматюкивают полицию, они играют на руки самой же полиции, то есть дают основания применять жесткие законы и жарить полностью население, жарить автомобилистов. Потому возникает вопрос, а на кого работают эти люди, в чьих интересах они работают, на чью мельницу они льют воду. Проект Дорожный контроль никогда не поддерживал матюки работников в сторону работников милиции, в сторону работников ГАИ. Наши журналисты старались вести себя всегда достойно. Конечно же, были инциденты, конечно же, были незаконные действия со стороны Дорожного контроля. Но мы признавали свои ошибки и извинялись на телевидении за действия своих сотрудников. Сейчас же те люди, которые не попали в Дорожный контроль по причине своей бытловатости и матюков, они создали свои псевдодорожные контроли или просто представляются блогерами, ездят по дорогам Украины и матюкают работников полиции. К чему приведет такая вот правозащитная деятельность, мы видим по этим изменениям в законах. Как действовать дальше? Выбор за вами. Я думаю, что те законы будут приняты и с 2017 года всех водителей Украины загонят в стойло. Скажите спасибо тем, кто сделал все возможное, чтобы такие законы появились.